Я везу из Москвы, в другие города и страны. Почти все мои знакомые, почти всякая знакомая, я везу книжки. Книжки того поля, которое представлено Талаустовым, вашим издательством, отчасти НЛО и чрезвычайно редко в книге редакции Елены Шубиной и Федер Котовского. То есть существует совершенно очевидный для меня и невостребованный запрос на так называемую современную российскую интеллектуальную агрегатуру. И об этом говорят мои друзья, которые живут в других городах в России, в крупных городах или нет в крупных городах. И бывают друзья, которые живут в городах и в Орелике. Нет ли какого-то может быть встречного движения рынка? То есть может ли наша, как называемая, интеллектуальная литература преодолеть вот этот, может быть, концентрировать? Можно ли говорить о каком-то продвижении нашей литературы Маккапа? Встречное движение. Я понимаю, что очень много приводной литературы, но тем не менее, но тем не менее, ниже сделаннее и российских философов, и российских социологов. То есть я говорю про то, что люди очень живо этим интересуются. Вместо красной игры, по-моему, посадки. Таков сейчас изучена данных книг. Это совершенно такая реальная история. И она будет строить буквально последние, там, не знаю, 5 лет, 3-4 года. То есть вопрос в том, есть ли какие-то перспективы от того, что мы называем интеллектуальной прозой, интеллектуальной литературы? Для продвижения, да, так сказать. Я, как бы, отлично пою, что у них слово «интеллектуальное», потому что оно очень требовательное. Хорошо, мы говорим из старых ассоциментов, пожалуйста. Ну да, такое реформативное слово. Если ты говоришь, что сейчас будет «думняк», уже начинать. Уже начинать быть умным прямо вот сейчас. Уже даже в этом не важно. Поэтому здесь как бы тяжело отсутствие. Но у меня очень странный подход к этому. Я считаю, что, по-моему, это то, что мы называем умным, интеллектуальным и так далее, это абсолютно вопрос. Вопрос подрядности. Это вопрос интонации. Это вопрос цвета, вкуса. И поверхность. Поэтому я вот считаю, что существует, если и можно говорить о какой-то интеллектуальности, то это вопрос современной культуры. Это вопрос того, что можно давать информационным дизайном. То есть, ну, как вот вы открываете какой-то сайт, и вы понимаете, что вам сейчас будет там впаривать какой-то трэш, да? А открываете другой сайт, понимаете, что вам тоже будет что-то впаривать, но что-то такое вам круто. То есть, как бы, вы прямо это понимаете сходу, да? Вот. И то же самое с книжками. То есть, вы идете, как бы, более или менее, вы понимаете, что вот этот набор книг. Ну, как бы, знаете, вот вы попадаете в магазин, вам нужно купить какую-то одежду, да? И вы видите магазин. О, это мой магазин, вы понимаете. Вот здесь все, как бы, для меня. Вот. А вот это совсем не мой магазин. И то же самое, как бы, с книгами. То есть, вы вдруг заходите в какую-то лавку, да? Неважно, там, в Берлине, там, или в Лондоне, или в Москве. И вы видите, о, это мой магазин. Мой, потому что там есть какой-то выбор. Там даже какую-то классическую книгу, например, Лескова. Вам положат рядом, например, с книгой, там, не знаю, супер какой-то современной, да? И этим скажут вам что? Скажут, что, знаешь, если ты читаешь Лескова, то это окей, окей. То есть, Лескова и Толстого можно пройти с помощью Толстого. Совершенно по-новому.